Много лет назад в 1939 году 23-летней мадам де Флориан пришлось принять нелегкое решение и покинуть свою шикарную квартиру в Париже. Это было время начала Второй мировой войны и возможно ее отъезд был связан с новостью, что немецкие солдаты двигались в сторону Парижа. Она явно покидала город в спешке, так как собрала только самое необходимое, оставив в квартире много личных вещей и предметов интерьера. Она закрыла квартиру и уехала в южном направлении, в более безопасную свободную зону. Учитывая то, что со времени закрытия квартиры прошло уже много лет, аукционисты его команда были очень взволнованы до самого момента, пока ключ не провернули и не открыли апартаменты. Когда люди зашли в квартиру, у всех перехватило дух от удивления. Все вокруг было словно заморожено в один момент, они словно шагнули в прошлое. Воздух был наполнен пылью и везде была паутина. Мебель начала 1900-х годов оказалась настоящим сокровищем. В столовой была вся необходимая посуда и другие предметы. Картины были сняты со стен, как будто хозяйка собиралась их забрать позже, но видимо так и не смогла. На старинном туалетном столике находились личные вещи хозяйки. Щетки, бутылочки с духами и косметическими средствами, различные коробочки и будильник. Все выглядело так, словно хозяйка вышла совсем ненадолго и скоро собиралась вернуться. В углу был большой игрушечный Микки Маус и поросенок Порки. Но одна из находок оказалась самой впечатляющей. В квартире была найдена картина с изображением женщины в розовом одеянии. Дальнейшее исследование показало, что это был портрет предыдущей хозяйки квартиры и бабушки мадам де Флориан Марте де Флориан. И картина эта оказалась наиболее ценной вещью среди всех, которые находились в доме. По данным экспертизы, картина принадлежала кисти известного итальянского художника Джованни Балдини. Как выяснилось позже, Марта де Флориан была известной французской актрисой и светской львицей 1880-х годов. Она вела роскошную жизнь и имела множество поклонников среди известных мужчин, включая художников, нескольких премьер-министров и президентов Франции. Позже было также найдено письмо с признанием в любви от Джованни Балдини, что объясняло причину, по которой он решил написать портрет Марты. Картина была написана в 1888 году, когда Марте было 24 года. После обнаружения в 2010 ее продали с аукциона за 3,4 миллиона долларов. Это оказалась самая дорогая картина из всех работ художника. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете по поводу этой истории.